Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Белевикс. Сейчас мы находимся во Франции, в курортном городке в Ницце. И тут есть очень много детских магазинов с куклами Monster High и Ever After High. И сегодня же мы с вами проведем охоту на кукол во Франции или же Dollhunting in France. И первый наш магазин это наши европейские партнеры из американской крупной сети Toys Aeros. Ну что ж, пойдемте же в этот магазин! Что ж, теперь входим в магазин. Вот, и нашему обзору предстоит разные лего, настольные игры и миньончики. Теперь ищем отдел с куклами Monster High. Здесь есть большая дорога, чтобы пройти к нему, и есть короткая. Мы пройдем по короткому пути, потому что сейчас нас выпрут, грубо говоря, из магазина. Осталось 15 минут, и мы, как обычно, в последний момент сбегаем. Нам еще забрать надо заказ. Тут разные украшения, разные игровые, всякое для Хэллоуина, для праздников. И мы проходим к отделу с куклами. Итак, что ж, мы уже очень с вами близки. Вот такой вот отдел. Он, конечно, самый большой, можно сказать. Все-таки магазин Toys Aeros это большая и крупная сеть. И давайте посмотрим, что же здесь есть. Здесь есть серия Buoyork Buoyork. Это Кэти Нуар и Нефера. Из подсерии City Shams. Городские интриги. Далее бюджетки. Дракулаура. Опять Дракулаура. Аперетта. И пока я не вижу Клодин. Но, может быть, сейчас покопаюсь и увидим ее. Вот, и вдалеке я еще нашла Клодин Вульф. Из бюджеток. Из серии Buoyork Buoyork. Далее серия Haunted. Плененный призраками. Это Портер. Рива или Ривер. О-о. Киоми. И все, по-моему. Вандалы здесь вообще не видать. Нету. Бюджетки. Это Спектра Вандергейст. Опять Спектра. Опять Спектра. И там далеки одни Спектры, в общем. А наверху еще и есть Клодин Вульф. И, собственно, больше нет ничего в этой серии. Дальше мы видим серию Monster Exchange, Лорна и Морисоль, Гулл Спортс, Клодин и Спектра. Каста Фирс. Очень крутая кукла, по-моему мнению. Дальше перевыпуски базовой серии. Фрэнки Штейн. И все. Довольно редкая кукла. Это диза серии Гулл Салайв. Очень эксклюзивно. И довольно круто, что он здесь есть. I Love Fashion Scarra Screams. И есть еще Zombie Shake. Два сета Рошель Гойл и Венера Макфлай Трап. И еще я точно знаю, что здесь есть сет с Пурсифоной и Мелодией. Стоит 25 евро. Смотрим ниже. Мы видим серию Freaky Fusion. И здесь одна только Лагуна Файр. А сзади еще есть Драку Бека, я заметила. И дальше идут наборы Zombie Shake. Опять Scarra Screams. Арт-класс. Одна только Драку Лаура и Эбби Бомен Эйбл. Фрики Филд Трип. И серия Гулл Фейр. Элизабет и Клодин. Здесь видим сеты We Love Лагуна с Гиллом. Также монстр Гилл и Дьюз. Левее опять Фрики Фьюжн. И ниже есть довольно тоже уже эксклюзивный сет с Джигсоном и Франкиштейн. А тут у нас есть Гуллебритис Инлан Дум. Это Элизабет Кеттенуар и Вейперин Гаргон. Стоит этот сет 50 евро. Также здесь есть Вебареллы из серии I Love Fashion. Опять-таки же тоже самый сет, который мы уже видели. Куколки из цветочной серии Венера. И все. И Гарретт, и Рошелька. Потом из цветочной серии есть еще Аммонита. И, кстати, у меня просто был шок, когда я заметила этих кукол. Это новинки. Это Твайла и Литвила из серии Фрик Дишик. И есть еще Клодин Вульф. Эти куклы только недавно, примерно неделю назад появились в Америке. И заказать их на сайте нельзя. Только купить их вживую. То есть придя в магазин в американский и там купить. А заказать их нельзя. Поэтому это было безумно круто, когда мы их тут заметили. Потому что это было неожиданно. Вообще неожиданно. Потому что обычно куклы приезжают через неделю, через две разные новинки. Которые только что вышли в Америке. А тут бабах. И пришли и заметили их. В общем, было очень круто. И завершает линию Монстр Хай. Это 6 Гулиоп из серии Фрик Дишик. Стоят они 40 евро. И еще здесь есть питомец Неферы. И теперь мы посмотрим, какие куколки есть Эва в Техай в магазине Toys Ares. Здесь есть базовые Рэйвен Куин первой волны. Их здесь штук 6-7 примерно так. Дальше Блонди Локс и Рэйвен Куин из пикниковой серии. И опять-таки же базовые Рэйвен. Больше здесь ничего нет из Эва в Техай. Здесь еще есть серия Гул Фейр, Элизабет Хоулин Вульф, Хит или Хиз Бернс и Скар Скримс. А также еще есть серия Фрик Дишик. Это Хани или Хони в роли марионетки. Фрэнки Штейн в роли фокусника. И Джерфайр Лонг. И, кстати, здесь еще есть кнотоходец Торелли Страйп. Больше здесь ничего нет. Ну и еще мы нашли директрису Гладгуд с ее конем Кошмаром. На этом наша охота в этом магазине закончена. И перейдем к другому магазу. Что ж, поехали. Следующий наш магазин это Жуэ Клаб. Это детский магазин. Посмотрим, что же здесь есть из куколок Монстер Хай. Вот мы подошли к стелажу с куклами Монстер Хай. Надо сказать, что кукол здесь достаточно мало. По моему мнению, раза в три меньше, чем было в том году, к сожалению. Так что если вы ищете каких-то прям очень редких кукол, которые уже не выпускаются нигде и стали очень эксклюзивными, типа а-ля заваляли здесь где-то, и вообще супер новинки, то тут их можно, наверное, не найти. Я думаю так. В общем, посмотрев на цены кукол, я могу сказать, что они такие же, как и в России. Ну почти. Что-то может на 100 рублей дешевле, что-то дороже. В общем, если вам, конечно, в душу какая-то кукла здесь запала, то если вы здесь находитесь, то есть смысл купить эту куклу. Ну а так, наверное, может быть, лучше купить и в России. Она будет еще и американской версии. Конечно, европейская и американская некоторые куклы вообще не отличаются. Может, иногда и европейская, может, иногда и американская лучше. Но это уже решать вам. Это я вам просто такой советик даю. Но давайте посмотрим, тем не менее, какие здесь куклы есть. Довольно старая серия, которой уже год. Это Freaky Fusion. Здесь есть Авиатротер. Вдалеке стоит. Также я вижу Сирену Ван Бу. И... Как же ее зовут-то? Сейчас. И Бонита Фемюр. Дальше у нас идет цирковая серия, которая у них появилась недавно. Это новинка Гулиопа Джеллингтон. Цирковой гигант. Дальше здесь есть иллюзионистка Фрэнки Штейн. Дженна Файер Лонг. А, дальше у нас идет серия Хаунтед. Пленены призраками. Это у нас Портер Гейс. Вдалеке есть Вандала. А на нижней полке у нас стоит Киоми Хантерли. И Ривер Стикс или Риву мы здесь найти не можем. Печалька. Также здесь два кентаврика, которые недавно только появились в Америке. Это немного эксклюзивно, что они здесь есть. Первая это Фред Скварцмен. И вторая это Эйри Ивен Фолл. Если я не ошибаюсь, я, наверное, правильно прочитала. Дальше довольно новая серия. Буйорк Буйорк. Это у нас есть куколки из серии Галла Гулфрэнс под серией. Это Эль Эдди или Эли Дим. Дальше опять она. Кто же там? Маус Эдес. И Луна Мотиус. Вот. Сейчас вам ее покажу. К сожалению, не получается. Они очень так аккуратно, боюсь, здесь уронить. Вот. Также здесь есть такие более бюджетки. Это Дракулаура, Клодин и все. И точно периоды здесь нет из бюджеток в этой серии. И еще здесь есть очень много бюджеток из серии Хаунтед. По-французски серия читается как Анте. Это у нас Дракулаура. Дальше идет Клодин. Опять Дракулаура с Клодин. Сейчас найду. А, вон еще есть Твайлы или Твилла. Кто как называет. И я еще вижу Спектру. Кстати, эта Спектра отличается от американской версии глазками. У американской версии они более меньше, чем у этой. Вот. Вот так вот. Еще здесь базовые перевыпуски. Это Фрэнки Штейн, Дракулаура и Клодин. Клео... Ой-ой-ой, падает-падает. О-оу. Клео здесь нет. Потому что она как-то... Ее, наверное, все раскупили. А может быть, ее вообще не привозили сюда. А еще здесь есть два костюма. Костюм базовой Дракулауры и Фрэнки Штейн. Дальше идут парики. Парик Дракулауры и Клодин Вульф. Внизу у нас разные аксессуарчики для ногтей. Разные наборы косметические. В общем, вот это вот всякое такое. В общем, как можно заметить, куколок, конечно, здесь не очень много. Но в том году, когда мы здесь были, куколки занимали вот этот вот весь большой отсек, где сейчас находятся куклы Фрозен и разные принцесски, феечки, Синдерелла. Вот тут посмотрим сейчас поближе, что есть. Просто сейчас пойдем камерой. Всякие диснеевские персонажи, Тинкер Белл, Виолетта. Что здесь еще есть? Вот и Фрозен. Фрозен сейчас очень популярна во Франции. Поэтому вот это вот все, этот стеллаж занимали в том году Монстер Хай, а сейчас Фрозен. Говорят, что во Франции мода на Монстер Хай уже пропала два года назад. Нам так сказали наши французские партнеры в магазине Toys Ares. Вот, и, к сожалению, стеллаж с Монстер Хай стал уже намного меньше, как мы это уже заметили. Но вот так вот, такая вот мода теперь во Франции на Фрозен. Это стеллаж с Барби. Здесь их достаточно много. То есть, мода на Барби у них также есть. Здесь у нас находится Винкс. Нового производителя. Не турецкие и не куклы Мотелла. Эти уже куклы здесь все закончились. Здесь есть Блум, Стелла и Теккена. Это был отдел для девочек в магазине Жуя Клаб. Но мы не теряем времени и едем в другой магазин. Что же, поехали! Следующий наш магазин это продуктовый магаз под названием Ле Клерк. Все-таки там есть отдел с куклами. Итак, посмотрим, что же там есть. Вот мы нашли отдел для девочек и смотрим, что же здесь есть. Здесь есть разные Барби, разные куклы Фроузен, далее Принцесс Зомби, диснеевские куколки и, конечно же, Монстр Хай. Как я вижу, именно кукол Монстр Хай здесь вообще нет. Здесь есть только четыре одинаковых сета из серии Страх Камера Мотор. И два животных Эбби Бомин Эйбл из серии Сиклет Криперс. И все. Больше здесь ничего нет из Монстр Хай. А Эва Авто Хай здесь уж и тем более не видать. Ну, в общем, не густо. Но давайте не будем с вами грустить и поедем в следующий магазин. Возможно, там нам попадет удача. Сейчас мы зашли в продуктовый магазин Ошан. Во Франции он читается именно так, Ошан, а не как у нас в России перевели Ошан. Потому что есть такая маленькая птичка. И тут мы нашли отдел с куколками Монстр Хай. Ну и вообще детский для девчонок отдел. И давайте посмотрим, что здесь есть. В принципе, ассортимент вообще не блещет и куколок довольно мало. Здесь есть из серии Фрики Фьюжн Нейтан Ротт, Киоми Хантерли, Дракулаура, Клодин Вульф из разных коллекций. Первый выпуске базовых кукол это Клодин и Дракулаура. Также из интересного здесь есть Дракулаура из серии Монстр Экченч. Лорны и Морисоль Кокси вдалеке. Здесь есть еще двойной сет с Рошель и Венерой зомби-шейк. Пульсифоны и Мелодии здесь нет, наверное, скупили. На этом куклы Монстр Хай закончены в этом магазине. И посмотрим, какие здесь есть Эва в ТХай. Здесь есть Сирис из серии Сказка наизнанку. Вдалеке я вижу базовую Эппл Вайт. Также Блонди Трон Каминг и базовую Блонди. Причем очень хорошо, что у них именно первая волна завалялась здесь, а не перевыпуски, потому что я считаю, что они намного лучше. И лично мое мнение, что у них и прошивка волос, и сами волосы. В общем, все у них мне нравится. Именно первая волна. Также вдалеке я вижу со 22 евро Эппл Вайт из серии Мирр Бич. Ну и, собственно, на этом ассортимент кукол Монстр Хай и Эва в ТХай уже закончен. К большому сожалению, кукол, конечно, здесь вообще не густо. Ассортимент очень маленький. Но, тем не менее, нас ждет следующий магазин. И поехали, не будем терять надежды. И следующий магазин детский, который мы просто обязаны посетить, это Макси Тойс. Теперь пойдем в него. Мы нашли стеллаж для девочек. И давайте посмотрим, какие куколки здесь расположились. По правую руку мы видим Литл Пэт Шоп. Также Фрозен. Разные куклы, головы для макияжа и всякого такого. Потом есть Олув. Диснеевские куклы. Разные Кавайка Раш. Полли Покет. По левую руку от меня расположились всякие Барби. Левее разные подделки здесь есть. И ура, мы нашли кукол Монстр Хай. Но, конечно, ассортимент здесь вообще очень маленький. И кукол здесь не густо. Посмотрим, что же есть. Вдалеке еще есть Эва Фтехай. Но мы сначала начнем с Монстр Хай. Здесь есть Фрэнкиштейн Гул Салайф. Оно живое. И очень много. Морисоль Кокси из серии Монстр Экченч. И также есть еще Лорна. А Дракулаура и Лагуны нет. Не завезли. Но просто посмотрите цены. 33 евро. Это очень много. Это примерно 2.300. На нынешний курс, если 1 евро это 70 рублей, то получается примерно 2 с чем-то. И, наверное, лучше будет купить в России в нашем магазине, например, belvix.com. И еще будет американская версия. Так будет даже проще. Есть разные украшения, часы и набор кофин бин с Дракулаурой. И левее расположились. Довольно очень редкий и эксклюзивный набор. То есть это скутер Гулии. К сожалению, без Гулии, потому что она стала очень эксклюзивной. И нет уже такого сета. Хотя в том году он здесь нормальный и спокойно лежал. То есть можно было купить. Собственно, тут из Монстр Хай Кукол больше ничего нет. Здесь есть только разные одежки, наушники, аксессуары, косметика. И есть еще костюмчики Дракулауры и Клодин Вульф. Ну, на этом с Монстр Хай закончено в этом магазине. И посмотрим, какие же эверяшки здесь есть. Здесь мы нашли кукол Виолетта. Французы очень любят этот сериал. И тут, конечно же, стоят эверяшки всякие. И сейчас посмотрим, что же тут есть. Если вы едете во Францию и ожидаете, что здесь вообще вся коллекция Эвера в Тахай, и здесь их очень много, то вы просто ошибаетесь. Как видите, здесь есть несколько кукол базовых из базовой серии. Это Рэйвен Квинн и то без рук. Помню, в том году мы приходили, и она стояла просто без рук. И до сих пор она здесь стоит. То есть уже пролежало год, и никто ее не купил. Также здесь есть... Кстати, стоит она 30 евро. Так вот подумать, очень дорого. И есть еще двойной сет Эшлины Хантер. Стоит 40 евро. И из базовых есть еще Эппл Вайт и Брайр Бьюти, которые так же, как и Рэйвен, стоят 30. Но есть плюс, конечно, что это первая волна. Это просто супер, конечно. И еще здесь есть Лего Сидей серия. Именно первая волна. Это Рэйвен Квинн. Обратите внимание, стоит 40 евро. Тут двойной сет стоит 40. И одна кукла 40. В общем, очень дорого. Эппл Вайт и Брайр Бьюти. И они стоят причем 45. Очень странно, что Рэйвен стоит 40 в этой же серии. А Эппл и Брайр в этой же серии, но уже 45. В общем, как-то странно немного сделано. Но больше-то я верю, что тут нет. Вот еще стоит там парочка Эппл. Вот я смотрю Рэйвен. И еще одна Рэйвен. И наверху я уже не могу посмотреть, но вроде там ничего нет. И Север Афтахай тут вообще голяк, можно сказать. Больше ничего нет. Вот мы еще нашли подделок под Монстер Хай. И здесь есть три куклы. Причем они стоят 10 евро. Это прям половина или почти треть. Можно накопить и купить уже нормальную куклу. Лично это мое мнение, что так будет проще. В общем, конечно, да. Конечно, своеобразные куколки. Даже на задней стороне коробки нарисованы 4 персонажа. А в ходе только 3. Я не знаю. Кто-то, по-моему, считать не умеет, если честно. Вот. Также есть какие-то Wild Girl. Это тоже, наверное, подкос, закос под Братс, я так думаю. Какие-то странные тоже куколки. Но у них есть подставки. Это прикольно. И из Братс русалки. У них еще маска входит в набор. Это достаточно клево для хозяйки куклы. И внизу еще есть супер-пупер миниатюрные куколки, которые никто еще даже не думал видеть, наверное. Которые стоят 5 евро. Это тоже 3 куколки, как и были сейчас наверху. Это, как я понимаю, Клодин, Дракулаура и Фрэнки. Причем у Фрэнки клыки, а у Дракулаура все норм. Ну и опять-таки же 3 персонажа. И стоят, повторяясь, 5 евро. А мы переходим в следующий магазин. Проезжая мимо, мы просто не могли заехать в продуктовый магазин Казино Жианг. И посмотрим, что же тут есть. В принципе, ассортимент тоже не хлещет. И куколок очень мало. Здесь есть набор Secret Creepers 25 евро. Также из Monster High здесь есть 2, как я вижу, куколки. Нет, нет, еще есть Лорна. Лагуна и Дракулаура из серии Monster Exchange по 27 евро. И еще здесь из Monster High есть Haunted. Это Твайла и Литвила Дракулаура. Также есть еще Клодин. И, как я вижу, спектры здесь... А, нет, есть. Спектры вдалеке стояло, поэтому поначалу я ее не заметила. Есть Спектра и также есть перевыпуски базовых кукол по 21 и по 21.30 будут точна. Есть Клодин Вульф, Дракулаура. И вдалеке стоят две Фрэнки. И на этом ассортимент закончен, но Эва АвтоХай здесь вообще нет. И я даже думаю, здесь этим и не пахнет вообще в этом магазине. Собственно, на этом закончено. На нас ждет другой магазин. Поехали дальше. Следующий магазин, который мы решили посетить, это одна из самых крупных сетей во всем мире. Это магазин Carrefour, или, как многие говорят, Carrefour. Итак, пойдемте. Мы сейчас подошли к стеллажу с куклами Monster High и Ever After High. Ну и видим, что кукол здесь вообще не бусты. Их, как и во всех магазинах во Франции, их довольно мало. И особо этот магазин куклами не порадовал. Ну, тут мы видим разных кукол из серии Haunted. Из интересного здесь есть серия музыкальный фестиваль двойной эссер. Это Дракулаура и Клод. Набор стал довольно эксклюзивный на данный момент. И это очень круто, что он здесь появился. И стоит он здесь 24,90. К сожалению, люди проходят, потому что завтра все пойдут в школу, как и вы. Потому что сегодня 31 августа. Да, и завтра все пойдут в школу, поэтому все готовятся к этому празднику, можно так считать. Здесь есть на данный момент все куклы из серии Monster Exchange, Лагуна, Дракулаура, Марисоль и Лорна. Здесь есть серия Freaky Fusion. Цена, конечно, безбашенная. 37 евро. Это очень дорого. На таких кукол, конечно, они стоят того, но цена, конечно, очень большая. Так, что же тут еще есть? Собственно, из Monster High здесь больше ничего нет. Кроме вот я нашла еще Freaky Field Trip. Это Клодин Вульф. И я еще вдалеке вижу Торолей в этой серии. Кстати, в других магазинах этой куклы нет. Ну и куклы Эва Автахай. Тут их вообще так же мало. Кукол 4, Базовый Мир Бич и Весна Красна. И Туран Камин. Ну, цена 45 евро. Вы зайдите к нам в российский магазин. В Believix.com будет намного дешевле. Раза в два. В общем, цена 30... Ой, вернее, 45. Господи, как много. Собственно, на этом все. Но тут еще есть скидка минус 25%. Хотя все равно цены очень высокие получаются. Даже с этой скидкой все очень дорого получается. Едем в другой магазин. Сейчас мы зайдем в магазин La Grande Recreation. Или как мы называем, Recreation. Я надеюсь, этот магазин порадует куклами. Потому что в том году мы сюда приезжали летом 2014 года. И здесь была довольно редкая на тот момент кукла Скаррис Кримс из серии Freaky Fusion. Причем она вышла вот только буквально в это время в Америке и появилась уже тут. Это было, конечно, очень круто и странно, что она так быстро тут появилась. Поэтому посмотрим. Может быть, в этом году этот магазин нас чем-нибудь порадует. И какие-то новинки там будут. Ну, в общем, пойдемте, посмотрим, что там есть. Мы зашли в раздел для фий, то есть для девочек, что переводится с французского языка. И здесь есть тоже куколки Monster High. Но ассортимент здесь, сразу скажу, вообще не густо. Очень кукол мало. И я думала, что здесь будет намного больше. И что здесь такого интересного? В принципе, есть куклы Haunted. 33 евро. Такая миниатюрная кукла и стоит 33. Есть еще Monster Exchange. Лорна Морисоль. И из такого интересного, в принципе, можно считать эксклюзивом. Потому что в других этой куклы не продают в магазинах. Здесь есть Дженнафер Лонг, Скармейстер. Цена, скорее всего, тоже 33 евро. Потому что здесь особо нет других значков. Ну и наверху стоят куклы Haunted. И сзади там безумное количество кукол 10, наверное. Сейчас посмотрю, какие там куклы. Киоми, Портер, ну и Вандала. Рива наверху стоит. И что здесь интересного? Собственно, мы сейчас пришли из магазина. И нас оттуда выперли. Просто из-за того, что мы снимали. И доснять видео не получилось. Но там были из такого интересного. Там еще был питомец для Лагуны Блю. Но он, по-моему, очень бешено стоил. Как и все остальные куклы. И из-за того, что нас выперли, мы, я думаю, больше не зайдем в этот магазин. Да и нет смысла, в принципе. Потому что новинок нет. Цены вот такие вот безумно дорогие. Ну и, в общем, смысл просто потерян туда заходить. Ну вот и все. Как и этот вечер, наша охота, к сожалению, подошла к концу. Мы проехали вдоль всего побережья Франции до Италии. И вы сами можете судить, круто ли это было или нет. В общем, напишите обязательно в комментарии. Я их обязательно прочитаю. Но в заключении я хочу отметить, что цены достаточно высокие на куклы. И, на мой взгляд, они просто не оправданы. Да и эксклюзивов здесь, собственно, и нету. Поэтому, если у вас нет машины, и вы приехали сюда на отдых, то, я думаю, лучше потратить время на море и на изучение исторических артефактов, нежели грузить родаков на покупку куклы по цене в два раза дороже, чем в нашем магазине Believix.com в России. Да и вдобавок, у нас еще будет в России американская версия, а не европейская. Ну, я думаю, на этом все. С вами была я, Алиса, с канала Believix. Подписывайтесь на мой канал, следите за новостями ВКонтакте и в Инстаграме. Ссылки будут в описании на моей страничке группы ВКонтакте и Инстаграме. Всегда будьте позитивными, смотрите следующее видео, ставьте ваши лайки, пишите в комментарии. Be cool and crazy! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok